Военная обстановка в Сирии 14 июля 2017 года В четверг отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра, а также бойцы племен, при поддержке ВКС России, начали военную операцию против ИГИЛ в юго-западной части провинции Ракка. Первоначально правительственные силы продвинулись к югу от города Ресафа и освободили деревни Бир-Аль-Зинати, Бир-Этау и Бир-Хеваран. В пятницу были взяты высоты Реджема-Бе-Аль-Калат, и войска оказались в пределах досягаемости от нефтяного месторождения Дубай-Сан и перекрестка Бир-Аль-Замла. По данным правительственных источников, в текущей операции против ИГИЛ участвуют порядка 6,5 тысяч лояльных сирийскому правительству племен из провинции Ракка. Однако независимую оценку данным цифрам дать невозможно. Когда силы Тигра и союзники зачистят перекресток Бир-Аль-Замла, у них будет три выбора. Первое. Развивать наступление на юго-запад от Ресафы, занимая нефтяные месторождения в данном районе и постепенно отбивая подконтрольную ИГИЛ территорию к югу от дороги И-3 и Ресафа. Цель данного наступления – зачистить с направления Ресафы западный фланг группировки войск, которые проведут бросок на подконтрольный ИГИЛ город Аль-Сухна. Второй вариант. Провести стремительный бросок в направлении на подконтрольный ИГИЛ город Тайбак к северу от города Аль-Сухна. Целью данного шага будет усиление натиска на отряды ИГИЛ в восточном пригороде Пальмиры, а также попытка отрезать северные и юго-западные подступы к Аль-Сухне. Третий вариант. Провести бросок на Дер-Эзор. Данный сценарий широко тиражировали некоторые правительственные СМИ. Однако, если правительственные силы попытаются дойти до осажденного ИГИЛовцами города, то данное наступление может закончиться, как закончилась попытка дойти до города Тапка с направлении 3 в 2016 году. Другими словами, правительственные силы отступят после череды фланговых атак со стороны террористов ИГИЛ. В любом случае, наступление правительства Южней Ираки также приведет к росту напряженности боев между сирийскими войсками и террористами к востоку от города Саламия. Если правительственные силы займут всю дорогу Ресафа-Пальмира, то оставшиеся к западу от дороги отряда ИГИЛ будут отрезаны от снабжения подкреплений, которым поступают из провинции Дер-Эзор и со стороны иракской границы. Между тем, в южной части пустыни правительственные силы достигли значительных успехов, отбив населенные пункты Хашба, Аль-Худад, Ат-Тайар и Арду-Мар-Рурум, сделав еще один шаг на пути полного окружения территории, которую формально контролируют поддерживаемые США группировки боевиков. Зачистив данный котел, сирийское командование планирует сократить протяженность линии фронта на юге Сирии, чтобы высвободить дополнительные силы для участия в операциях против ИГИЛ. Последующие 7-10 дней будут крайне важны для армии и покажут то, сможет ли альянс Ирана, Сирии и России выполнить ключевые задачи в сирийской войне, включая деблокаду Дер-Эзора, до того, как поддерживаемые США силы займут город Ракка.